Всем привет! Вы на канале Покашеварим и сегодня обзор доставки. Вы меня постоянно ругаете за то, что я делаю все одно и то же. Роллы, пицца, роллы, пицца, иногда там какая-нибудь грузинская кухня, еще что-то. Я стараюсь разнообразие какое-то вносить в эту рубрику, но, к сожалению, в основном, ну, по крайней мере, рынок Москвы полон доставок ширпотреба, назовем так. Но есть одно место, которое я вспомнил совершенно случайно. Года три назад был фестиваль в Сокольниках, где я принимал участие, гриль-фестиваль с моими друзьями компанией Фингриль. И там мы вместе с Женей Пантелейкиным, и это очень странное сочетание, но это было так именно и происходило, Женя Пантелейкин там приехал, и мы с ним вместе пробовали заведение, которое он же и посоветовал. Заведение называлось Пиансе. И я вспомнил недавно, думаю, почему нет? Пиансе это не только заведение, это еще и булочки. Это практически как кимчи, символ корейской кухни, елки зелен. И я посмотрел, у них, оказывается, доставка есть. Я заказал доставку, мы ждем сейчас в Пиансе. С доставкой вообще полный ахтунг у них, то есть я сделал заказ, подождал час, потом думаю, дай позвоню. Звоню, там никто не берет. Потом по какому-то другому телефону дозвонился, там взяли, мы вообще с доставкой не связаны, вы что, по поводу поставок, аренды, что там? Я говорю, да нет, мне доставочку бы. Мне дали какой-то сотовый телефон, я на этот сотовый телефон позвонил. И там уже люди с просонью мне показалось, такие, а, заказ? Да, а, вот он, есть заказ, это спустя почти час, блядь. Короче, заказ оформили, потом мне еще раз позвонили. И сказали, что вот с момента, когда мы вам еще раз позвонили, где-то час двадцать с проспекта Мира они везут. А я спрашиваю, а почему вот не из Химок, например, они ближе? А химки это франшиза, короче, они вообще там не при делах, они только пенсия там делают. Короче, вот такое, доставка, она крайне условная, хотя и заявлена на сайте, но не организована. В общем, ждем, блин, час двадцать и того, где-то там два с половиной, три часа на все про все у меня это занимает. Ждем пенсии. Вот, смотрите, столько салфеток пенсии возят. Тут у нас какие-то салатики, видимо, я... Тут надо разбираться, конечно. В общем, эта комплектация, эта комплектация, ее в сторонку. Меня больше интересуют горячие блюда. Вот здесь вот что-то явно теплое. Это какое-то, какое-то настоящее блюдо. Подожди, это еда. Давай откроем. Оп, что-то тут со свининой, с той же самой капустой. 38, 43, но максималка... О, 29, это не то. Ну, короче, 43 градуса где-то он нашел. Вот здесь вот еще что-то в пакетике. О, нормально они, смотри, то есть пакетик в пакетик, и еще все это в пакетике. Это тоже должно быть что-то теплое. Должно-то быть, наверное, горячее все-таки. 34 градуса по факту теплое. А вот они сами... Подожди, тут еще целый пакет с рисом. То есть тут надо как-то самому потом этот конструктор собрать. Смотри, рис, кстати, довольно теплый. То есть я опять-таки не говорю горячий, он теплый, и на том спасибо. 43 градуса. Судя по бережной упаковке, вот такой вот многослойности, да, это что-то опасное. Я имею в том плане, что это опасное для доставки. То есть что-то, что может растечься. О, мой горбок. Ух ты, тоже какая-то жижа. Смотри, красная, наверное, острая. 51 градус. Ну, в общем, по температуре вы приблизительно поняли, да, расклад сил. 14 градусов напиток. Вообще норм. Ну и сами пенси, то бишь вот эти вот паровые булочки, они запечатаны вот в таких пакетах фирменных. Очень приятно выглядит. И на каждом, кстати, написано, какой именно пенси входит внутрь. Вот так вот, смотри. Оп, внутри фольгированный пакет, и вот она, пенси. Ну, подробнее мы с вами, конечно, рассмотрим в обзоре. Кстати, вот эта бумажка, она не просто бумажка, а внутри она, ну, такая, типа целлофана. Довольно тепло приехало. 39 градусов, ну, вот по ощущениям, оно горячее почему-то. Я не знаю, с чем это связано. 46. Вот, максимально 46 нашли. Ну, довольно тепло. Ну, что, по факту они справились. То есть, я бы не сказал, что они меня обманули. То есть, с момента вот этого второго легендарного звонка прошло где-то полтора часа, и они довезли. Довезли, привезли, все нормально. Еще, кстати, нюанс один. Прежде чем мы начнем пробовать еду, небольшой нюанс. У них в условиях доставки написано, что доставка стоит 300 рублей. Если сумма заказа больше, чем 2,5 тысячи рублей, то доставка бесплатна. Но при этом, когда ты делаешь онлайн-оплату, а мне пришлось сделать так, потому что у меня нет налика, они с тебя все равно берут эти 300 рублей, и если ты не предупредишь, а я предупредил, то тебе эти 300 рублей, наверное, вряд ли кто-то и вернет. Но я сказал, ребят, что с доставкой? Они говорят, не вопрос. Курьер привезет вам 300 рублей, и они привезли, вон там лежат. Так что, короче, вот как-то вот так вот. То ли только что начали, то ли непонятно. Ладно, что у нас с едой? С едой тут полная неразбериха, потому что у них пиансе, это понятно, это паровые булочки, мы сейчас попробуем. Но тут есть еще блюда, с которыми надо как-то разобраться. И давай начнем, наверное, именно с них, потому что тут блюдо, оно же целый комплект. Это докторитан называется блюдо, 300 рублей стоит. Туда входит курица, картофель, чеснок, морковь, лук, имбирь, кочудян, это я не знаю, что такое, плюс рис, плюс закуски. Вот у нас вот к таким большим блюдам входит вот такой комплект. Вот, смотрите. И это за 300 рублей. То есть это очень даже смахивает на полноценный как бы и обед. Смотри, тут какие-то грибы, битые огурцы, кабачки, кимчи немножечко. Да, я вообще нуб в корейской кухне, но тем не менее, буду пробовать и стараться проникнуться этой темой. За 300 рублей вы получаете вот такое блюдо, 480 граммов, плюс еще 170 и плюс еще закуски. То есть где-то, короче, 600 граммов еды вы получаете за 300 рублей. И мне кажется, это неплохо. А вот что касается чем есть, да, нам дают вот такой комплект, недорогие палочки и еще евро-даже приборчик. Смотри, хотя евро-приборчик это всего лишь ложка. Хотя я бы от вилки вообще бы не отказался. Так, палочки самые дешевые, какие себе можно представить. И вот давай посмотрим вот это блюдо. Смотрите, куски картошки. Очень много здесь вот этого соуса жирного. И при этом тут очень большие куски мяса, подожди. Да, курица, правильно. То есть вот это все, это курица, вот это курица, это, 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 это все куски курицы. То есть тут где-то, наверное, ну, два бедрышка, наверное, забабахано. Ну, может быть, одно. Короче, на удивление, тут гарнира не найдешь, потому что тут всего две картофелины. Вот картошка и вот еще одна. А мяса-то тут даже искать не надо, его дофига. Давайте отведаем. Я начну именно с картошки. Дакторитан называется, повторюсь. Слушай, остренько. Остренько, но это корейская кухня, тут, наверное, по-другому быть не может. Ну, картошка как минимум сварена. Это радует. Давай попробуем курочку. Слушай, пикантно. Вот сейчас вот все, вот какая-то, черт подери, постепенная острота. Хотя они продают, я еще из Сокольников помню, вот эти вот напитки Милкис. Газированный молочный напиток. То есть, видимо, остроту вот этим напитком запивать гораздо лучше, чем Байкал. Я, пожалуй, пожалуй... Ой, слушай, вкусно. А я с тобой сегодня спорил. Я говорю, я не люблю их. А это, подожди, он как будто с кокосом. Так, ну ладно, что, подожди. Пока-пока мне скорее это нравится. Давай попробуем сет закусок. Они причем разделены друг с другом. Посмотри. Подожди, а это... Что это, как медуза? Ну, это, смотри, необычный. Я думаю, это какой-то гриб типа шиитаки. А это какая-то медуза такая темная. Непонятно. Короче, что входит в закуски? Тут, ну, понятно только то, что это кабачок, как я и сказал, тонко порезанный, кимчи, огурец, острый явно, судя по специям. И вот это вот некая штука такая. Давай попробуем. Что это? Блин, ну это как медуза. Я вот в китайском ресторане мы ели салат, он условно назывался салат с медузой, такой немножко с уксусом. Штучка непонятная, ну, это как будто сверхсклизкий гриб. Ну, либо медуза, я не знаю, съешьте медузу, наверное, примерно те же ощущения будут. Так, ну, приятно. Кабачок. Без какой-либо тепловой обработки, просто кабачок в специях. Это довольно вкусно. Битый огурец, или не битый? Да, битый огурец. Это тоже клево. Он, кстати, не острый, но при этом кисло, кислоуксусный немножко. Мне кажется, очень европеизированная вот эта история. То есть, наверняка, если бы я вот эти же закуски ел бы где-нибудь в Корее, там бы, наверное, у меня просто, ну, пришлось бы вызывать пожарку. И кимчи, пекинская капуста, ну, квашеная, скажем так, ферментированная со специями, она, ну, тоже не особо острая. Тоже не особо острая, но это все, тем не менее, довольно забавно на вкус. Что касается курицы и картошки, меня, пожалуй, впечатлило обилие курицы, которая, в принципе, мягко у них получилась, картошка, которая готова. Ну, это касается, как бы, обилия. Что касается вкуса, то скорее неинтересно, чем интересно. Но чертовски сытно. Я не знаю, 600 граммов за 300 рублей, вот это, как полноценное блюдо, очень даже уважительно я к этому сейчас относюсь. Рис такой, довольно клеечкий. Рис довольно нейтральный. Он не прям рассыпчатый, как вот обычно принято считать. Я когда делал обзор на Вьет Кафе в бизнес-ланче, я тогда тоже такой говорил, о, блин, какой-то он нерассыпчатый. Липковатый такой рис. Видите, да, консистенцию, немножко ощущение, что он заветренный. Легкое ощущение, что то ли я заболтался, хотя я попробовал свой бизнес-врач, может быть, из-за этого. Но рис такой, он нерассыпчатый. Мне многие из вас написали, что типа у азиатов принято делать не очень рассыпчатый рис для того, чтобы его было удобно есть палочками, чтобы он вот комкался, как бы, и прилипал. Возможно. То есть это как закуска, просто нейтральный рис без особой какой-то заправки. Довольно тоже прикольно. То есть вот этот комплект мне понравился. 300 рублей. Прикольно. А вот и первый пиансе, друзья мои. Вот она, паровая булочка, в честь чего и названа вот эта вот компания. Паровая булка. Это вегетарианский вариант. Сейчас посмотрим, что внутри. Паровая булка. Все. Больше об этом сказать нечего. 150 рублей стоит. 200 граммов весит. Ну, как маленькая шаурма, условно. Насколько я понимаю, это очень популярный фастфуд в Корее. То есть он продается вот как, ну, как у нас шаурма, чебуреки. В принципе, это в какой-то мере даже и чебурек. Почему нет? Вот такая вот штука. Паровое тесто с какой-то начинкой. Ого, смотри, с какой-то начинкой. Тут нормально так начинки-то, а. Смотри, такой богатый-богатый чебурек, да? Ну, это вариант без мяса. То есть тут капуста, тут морковь, я вижу, и в принципе все. Ну, и какие-то специи, очевидно, потому что не было бы это корейской кухней. Как бабушкины пирожки с капустой. Приблизительно вот такой вкус. Вот, начинки довольно много, то есть это не сухо. И на удивление, несмотря на то, что вареное тесто оно нами воспринимается, только в пельменях, а вот такое вот мягкое вареное тесто, оно как бы скорее в мыслях отталкивает тебя вот этой еды, по факту оно приятное. То есть ты его жуешь не как вот, не как нечто скользкое, а жуешь как будто бы вот почти выпеченный пирожок, но при этом он что ли даже какой-то более влажный вот по ощущениям. Не из-за начинки, а именно теста, фиг объяснишь. Это приятно. 150 рублей, конечно, это дорого. Какого-то вау-эксклюзива тут нет, это просто паровые булочки, и насколько я почитал, у них на сайте они вообще их морозят, то есть они их заготавливают, замораживают, и потом, ну, готовят после заморозки. То есть вы можете, наверное, у них замороженных купить и дома в пароварке приготовить, фиг знает. Вот, это дорого, то есть вот до этого блюда оно было более полноценное и по ощущениям стоило своих денег. Вот это, пожалуй, не стоит своих денег. Сейчас раздербаним еще одну пенсешку. 180 суток при температуре минус 18. Это о теме заморозки, да, они замораживают свой продукт. Состав. Это пенсеф фунчоза с курицей, мука, вода, дрожжи, фунчоза, грибы, перец, болгарский перец, куриный лук, мясо куриное, лук, морковь, чеснок, соль. Все, короче. Вот он весь состав. Предельно натуральный. Но тут внешне мы ничего особенного не увидим. Это та же самая пенсешка, что была до этого. Вот она. Она точно так же выглядит. Она точно столько же весит наверняка. А, чуть-чуть больше. Ну, не важно, короче. Не важно. Давай посмотрим. Пенсе с курицей. Ее, конечно, надо есть, не резать, как я вот так вот. Но мы-то обзор снимаем, поэтому мы должны смотреть начинку. Оба она, оба она, оп. А много? Нет, ну, они много кладут, слушай. То есть, в принципе, это достойно. Достойно уважения, да? Мы видим там лапшу, мы видим даже какой-то болгарский перец, либо красный, морковка, грибочки черные. То есть, все, что написано, все, оно и есть. Приятная начинка. Все это очень мягко, не сухо, что удивительно, на самом деле, для такой еды, потому что все-таки ощущение, что это должно быть суши. Учитывая, что они туда кладут много овощей, это сразу все разруливает. Я не знаю, как технологически готовится пенсия, то есть, начинка, она то ли вместе с булочкой одновременно пропаривается, либо ее готовят отдельно, потому что есть ощущение, что немножко, как будто бы внутри, вот это все зажарочка для борща, знаешь, вот такой вот вкус. Но может быть, это от пара так она готовится. Сложно сказать, но по факту это довольно приятно кушать. Я не могу сказать, что вот эта пенсия, она, наверное, тоже стоит 150 рублей, если я не ошибаюсь. Нет, с чем она? Кимчи, пенсия с курицей, а, они уже 200 рублей. Слушай, вегетарианский 150, вот это 200. Ну, давайте признаем, что это дорогой фастфуд, то есть, если, как вы любите сравнивать там с шаурмой какой-нибудь, уж я не говорю про какой-нибудь беляшек, вот, то, конечно, это гораздо дороже. Намного ли это интереснее, чем вот стандартная еда фастфудная? Да, пожалуй, нет. Вот. Но при этом, например, если бы у меня стоял вопрос, что дать ребенку поесть, а она, кстати, не острая вот эта штучка, я бы вот такую купил. Паровая булочка, я надеюсь, паровые, на пару приготовленные все, что внутри, но это не точно. Складывает впечатление довольно безопасной еды. Плюс не острых, что хорошо. То есть, вот до этого мы ели острое блюдо. Вот эти пенсии, они довольно нейтральненькие такие. В общем, пока не знаю, как относиться. Чуть попозже сделаем выводы. Еще сделаем паузу на какое-нибудь еще блюдо полноценное. Вот, например, вот это мне очень нравится, как выглядит. Но, опять-таки, все блюда у них комплектуются вот так вот. То есть, вот так вот. И это стоит. Ребята, ну, сейчас я вам скажу, сколько это стоит. Пи-бим-паб. Рис, говядина, кимчи, морковь, салат, яйцо, лук, грибы, эноки. Грибы-эноки? Нет, это не те самые медузы, которые мы до этого пробовали. Я думал, найду ответ к предыдущей части. Плюс закуски. Вот они, закуски, вот рис, и вот все, что мы до этого перечисляли. Смотри, вот это блюдо выглядит поистине как-то по-корейски. Тут ростки, капуста, нори или что это. Да, нори, говядина. Но, опять-таки, если взвешивать, ну, то есть, вопросов к этим блюдам вообще нет. 363 грамма. Плюс рис, 150. Плюс закуски, 90. Ну, конечно, дофига. То есть, в принципе, еды довольно много. А стоит это все 350 рублей. Вот это блюдо подороже, чем та куриная штука была, где куча курицы. Ну, давай посмотрим, да, вот смотри. Так, вот это что? Весь обзор будет складываться из вот это что? Так, здесь у нас внизу, вот она, кимчи, там внизу еще рис, кстати, непонятно, зачем тогда сюда еще рис, если, вот он, видно? в составе уже есть рис. Что касается мяса, то его тут гораздо беднее, чем курица была до этого. То есть, вот она, говядина в каком-то крахмале, что ли, она обжарена. Много капусты, и внизу рис. То есть, вот этот рис, он получается излишен. Ну, давай, рис и закуски я пробовать не буду, они ровно такие же, как и в прошлом блюде были. Ну, давай вот, мяско, да? Это вкусно. Слушайте, говядина, она не просто говядина пожаренная, она еще и в каком-то интересном соусе, соус аля такой кисло-сладко-уксусный, короче. То есть, ну, это отправляет меня к моей любимой китайской кухне. Понятно, что они все взаимосвязаны, все эти кухни. Но это вкусно, нет, мяско мягкое, вкусное, хорошее. Пожалуй, ох, вот это вот. Короче, все, что красное, это очень остро. Ростки и грибочек, как там он у них назывался, очень похоже на шампиньон, но чуть-чуть мягче, чем шампинг, по ощущениям. Короче, друзья, ну, я вам честно признаюсь, вот это блюдо, оно не то, чтобы прям очень гармоничное, потому что тут какие-то очень разные вкусы. Ты туда вот загребаешь, там берешь рис с этой, видимо, вот с красной пастой какой-то, да? А это, видимо, паста кимчи как раз. Это один вкус, прям острый-острый такой соус. Берешь мяско, мяско скорее сладенько-кисленькое, нежели острое. В общем, немножко не стыкуется, но, но по факту, вот это блюдо очень приятно есть. Мне тоже нравится, мне тоже нравится, надо, опять-таки, отдавать себе отчет, что это остренько, и хорошо, что у нас здесь есть милкис. Блин, вкусно, Диман, ты был прав все-таки, чуть зря наговаривал на них. Вот. В общем и целом, если вы это съедите, у вас точно примерно будет так же пригорать, как после крылышек KFC, на утро особенно, если взять много. Вот. Но это интересно, то есть вы покушаете, и тут будет вроде бы и понятные вкусы, но в то же время они будут отличаться от того, к чему вы привыкли. Вот в этом плане я всегда всеми руками за такие истории, когда это не банально, когда это интересно, мне очень нравится. Даже если это не всегда очень вкусно, но это интересно, и это стоит попробовать. Вот, ну, пиансе. И нам в первую очередь из-за цены, потому что, ну, 200 рублей за паровую булочку, но оно как-то так немножко странновато. Ладно. Все, ребят, нормальное блюдо. Это что такое? Пиансе семга. Ладно, рыбьи пиансе это... О, пиансе классический. Мы уже посмотрели разные, а классический все еще никак. В состав входит капуста, говядина, свинина, лук. Во, вот это мясная история. Вот это мне может понравиться. По-моему, я, кстати, такую и пробовал как раз. О, вау, вау, вау. Кстати, по ощущениям, она больше, чем все остальные. Либо я уже забыл. Мне кажется, она будет граммов 250 весить. О, то есть, смотрите, классическое пиансе, оно тяжелее, чем собратья всякие вегетарианские. Я не знаю, как к этому относиться. Я прекрасно к этому отношусь. Классический пиансе стоит 200 рублей, так же, как и вегетарианский. Так не хочется его резать. Блин, хочется прямо укусить, вот как положено. Давай я так и сделаю. Здоровенный, вкусный, пельмень с мягким тестом. Даже не пельмень, а хинкаль. Хинкаль, манта, вот скорее вот оттуда ассоциации какие-то. Круто! Классический пиансе, ставлю просто пятерку. Мне нравится. Опять-таки, ничего необычного, там свинина, говядина, фарш, там рубленый лук и капуста. Да? Или это все лук? Нет, это капуста. Вот, и капуста создает сочность, я проверить хочу. В общем, это вкусно, это сочно, это вот, готов я покупать, вот, 300 граммов за 200 рублей, вот это офигенная булочка, которой наешься. Остальные поменьше почему-то. В общем, классический пиансе лайк, мне очень понравился, серьезно, стоит обратить на него внимание. А возможно, он мне понравился, из-за того, что я его съел правильно. Я не стал вот это резать, я взял и откусил, и кайфовал. Какой плюс, я, кстати, сейчас вот понял. Когда ты ешь, какой тебе ляжь, у тебя вечно щеки в масле. А тут как бы, снаружи оно сухонькое, понимаешь? Вот это тесто, оно сухое, и у тебя нет вот этого ощущения, что ты испачкаешься. Приятное ощущение? То есть, можно прям вгрызаться в середину. Вгрызайтесь. Так, но мы постепенно двигаемся, у нас, смотри, тут еще какое-то блюдо с сыром, тофу, что ли. Сейчас мы найдем, как это называется, штукенция. Подожди, а это прямо называется кимчи жареная, ребята. 500 рублей стоит. Тут опять-таки закуска, и тут опять-таки рис. Вот оно что. Не буду опять взвешивать, это где-то полкилограмма еды. 500 рублей. Эта штука должна быть острая. Тут как бы надо уже сразу отдавать себе отчет, ну, потому что видно, она зараза красная. Но тут встречается, это не просто капуста, это курица. Это курица. То есть, тут очень много курицы, опять-таки, вот они не жалеют начинки. Нет, ну ладно, много я, может, погорячился, но тут довольно много курицы. Оно, конечно, сливается с капустой. Блюдо такое, как наша вот солянка, да, очень похоже. И сыр тофу с жареным кунжутом сверху и какой-то с зеленушкой. Я хочу это пробовать. Ух, чувство мне сейчас пригорит, так надо мелкис поближе поставить. Давай. Я всего взял. Не шокирует. Это вообще, кстати, не курица, это говядина. Острота не шокирует. Это вообще свинина. Курица говядина, написано свинина, блин. Ох, как она постепенно расходится-то, острота. Когда начинаешь есть, не чувствуешь, короче, потом расходится. Не прям вау такая, что выносит мозг, но довольно острое блюдо. Тофу я, я что-то вообще вот в тофу не очень понимаю. Нафига он нужен? Он всегда безвкусный какой-то. Наверное, если соевым соусом полить, будет вкусней. Ох, боже мой. Жареное кимчи со свининой. Все это в остром соусе. Все-таки прихожу к выводу, что если это символы корейской кухни, в частности, сама кимчи, то по моим меркам как бы европеизированным вкусовым, мне кажется, они довольно скучно живут. Потому что вкусы плюс-минус везде одинаковые. То есть, вот этот вкус перца острого и сама острота она везде какая-то одинаковая. Плюс сама капуста кимчи, она во-первых, на любителя. Во-вторых, я не любитель в целом. Само блюдо нормальное. То есть, тут нет вопросов, тут и мясо хорошо положено, и вот эта капуста жареная, она в целом съедобная, но я, наверное, до конца не получаю удовольствия. Вот это блюдо поинтересней за счет того, что здесь есть мясо с необычным соусом, плюс есть какие-то ростки, капуста отдельно, грибочки. То есть, оно любопытнее. А это блюдо объединено одним вот этим, ладно, скажу напрямую, довольно скучным острым вкусом. Вот. Нет никакого восторга. Тоф тоже ни к чему, и сама кимчи, в общем, я боюсь, наверное, обидеть сейчас любителей корейской кухни, но для меня, пожалуй, вот эта вся история с кимчи, она скорее нет, но я не могу сказать, что невкусно, это все-таки вкусно. Мы любим квашеную капусту. Кимчи, по сути, это тоже квашеная, хоть и другая капуста. Плюс да, плюс с острым соусом, то есть, я не могу сказать, что мне это не нравится. В то же время и сказать, что нравится, я тоже не могу. Короче, блюдо в целом для любителей корейской кухни, оно зайдет. Для меня, пожалуй, нет. Для меня вот предыдущее блюдо, оно было полюбопытнее. Заемка я рисом, на всякий случай. Вот. черт его знает. Ладно, блин, дай еще раз попробую. Вот говорю, что вот, в принципе, мне не очень, но при этом желание еще раз попробовать есть. Да вкусно, блин, целом нормально. Перерывчик на очередной пенси. У нас, по-моему, там два осталось. Пенси семга. Я вангую, что это самый дорогой, потому что семга все-таки дорогой продукт. 200 рублей, кстати, стоит. ну там, потому что, помимо семги, как всегда, куча всего дополнительного. И это не хорошо, не плохо, это просто как факт. Вот сразу видно, что поменьше, поменьше. Вот это 200 будет весить. 211 граммов. Короче, классический, классический пенси, он всем пенси, пенси. Так, давай распилим лапочку и посмотрим содержимое. Вау, вау, смотри, кстати, нормально рыба наложена, да? Довольно богато. Ну там, конечно, грибов, наверное, больше, чем семги, но сам факт, что семга тоже видна. Грибы и рыба. Ну такое сочетание. Мне не нравится это сочетание, сочетание вареной семги и грибов, оно какое-то странное. В общем, это самый невкусный пенси, что мы ели. Не брать, ну если доверяете моему вкусу. А это совершенно не факт, поэтому можете и брать. Но классический пенси, конечно, порвал. Ну давай, у нас есть еще одно блюдо и все-таки еще одно пенси. Вот это пенси кимчи, оно весит тоже дофига, я прям в пакете давай. Вот, 315, вот я не понимаю логики, то есть какие-то весят 200, какие-то 300. С чем это связано, я не знаю. Пенси с семгой 200, а эта штука 250, 250 рублей. ну там, видимо, будет начинка такая же, как вот в том блюде, что мы ели только что. Смотри, ну видно, насколько он здоровенный ясть, да? я не знаю, я не знаю, как давай, вот попробуем на этот раз вдоль косички его распилить. Ну, как бы неудачно, конечно, вдоль косички было пилить, потому что на косичке самое большое сочетание, самое большое количество теста. начинки, опять-таки, довольно много, но действительно похоже на то, что мы ели, правда, в более рубленном варианте, да? Хотя в блюде кимчи была свинина, а тут говядина. Вот это мне нравится. Вот это очень вкусный пенси, и как раз, наверное, в том числе благодаря говядине. Начинка, она такая же острая, как и само блюдо кимчи со свининой, что мы ели, но ощущения другие благодаря как раз тесту. Тесто, оно немного нейтрализует вот эту банальную остроту и делает блюдо вкусным. Все, то есть, тут даже не надо ничего объяснять, делает блюдо вкусным. Вот это пенси клевое. Однозначно, пенси с кимчи зачет, пенси классический зачет, пенси вегетарианский, пенси с семгой и пенси еще какой-то у нас там был незачет. Вот такое мое мнение, такое подведение итогов. Причем вот прям серьезно, прям вкусно. У нас еще какое-то блюдо очень похожее на суп, потому что оно жидкое и мне кажется это действительно суп. Вау, знаете как это называется? Это называется кальбитан. 300 рублей стоит, говяжьи ребра, лук, чеснок, морковь, специи, плюс рис, плюс закуски. Опять-таки тот же самый комплект. Ну не буду выставлять, вы короче поняли. Так, как это блюдо есть? Тут смотри, тут действительно, смотри тут сколько это, офигеть. Не, ну ребята вообще ни разу не скупятся на мясо, то есть это просто шмоты вареного мяса, какой-то насыщенный, чисто внешне бульончик. Это что это? Не пойму, что это? Это же не картошка, а что это тогда? В общем, напишите в комментах, что это такое, я сейчас конечно попробую, но это не похоже на картошку. Слушайте, какой крутой бульон, а? Такой сладковатый, очень насыщенный по вкусу бульон. Короче, непонятно, вот здесь какая-то история попалась, типа чернослива что ли, и внутри какая-то косточка никак в черносливе, я не знаю, что это такое, она какая-то острая, прям, ей можно заколоть. Ладно, ребят, кто знает, напишите, я вообще вот в этой кухне совсем нуб. Ну и давай попробуем вот эту картошку, не картошку, какая-то вареная кочерыжка что ли, я не врубаюсь, что-то такое, и в описании нет, понимаешь, легкий суп из ребрышек, оказывается, нифига он не легкий, зелень, зеленый лук, иногда яичный белок, вот и весь суп, хотя бульон довольно наваристый, это правда. Короче, нет ответа, ладно, ребят, будем, а, подожди, это редька, в общем, по факту это не картошка, скорее всего, это какая-нибудь редька, но она сваренная в хлам, так вот, есть неудобно, как вот отсюда доставать мясо, мясо просто разваливается, смотри, в общем, так скажу, это клевый суп, очень необычный, вкусный бульон, наваристый прям бульон, очень мягкое мясо, которого много, и какие-то непонятные ингредиенты, которые, ну, типа, есть и ладно, и хрен с ним. Короче, это блюдо мне тоже понравилось, я, пожалуй, это еще раз съел, единственное, что его неудобно есть, то есть, если консе, это в основном вот такие вот, они там на фудкортах попадаются, он так покушает где-то, то неудобно, то есть, если сидеть за столом с салфетками, вот, спасибо им, кстати, за такое количество салфеток, то это круто, можно перекусить, очень такой жирный, хороший, сытный супец получается, необычный по вкусу, а если есть вот у них где-то, то, пожалуй, это остается только вот пянсешки, причем вы поняли, какие, да, у нас еще какой-то десерт есть, несмотря на то, что мы все уже съели, у нас как бы все равно что-то осталось, да, ешки, мадрюшки, все прям тут соскочено, так, это какой-то тоже, видимо, фирменный десертик, это называется финиковый пирог, 150 рублей, очень вкусный пирог из финикового теста, финикового теста даже, со сливочной помадкой, что-то похоже, как будто морковный какой-то кекс, да, по ощущениям, очень мягкий, обалдеть, давай попробуем, и запах у него, как у морковного торта или кекса, вкус, в принципе, тоже очень приближен, но, блин, вкусно, очень необычная, очень мягкая и пластичная консистенция, то есть, это не как будто бы какой-то сухой кексик, а как будто бы это очень не сухой кексик, он как будто бы даже, знаешь, он приготовлен, не, вопросов нет, но ощущение такое, как будто бы это, ну, чуть-чуть недоготовленное тесто, но это приятное ощущение, 150 рублей, наверное, дороговато, но с другой стороны, финики, как бы, финики не дешевые, если туда добавляют тесто финики, это по-любому не дешево, пожалуй, вкусно, в общем, ребята, необычный сегодня обзор, мне понравилось, я понимаю, что заведение Пянсе, наверное, не может называться там самым аутентичным корейским заведением, потому что это скорее фастфуд, это скорее вот эти булочки, нежели там какие-то разнообразные блюда, какие разнообразные блюда в корейской кухне, все с кимчи делаем и все нормально, в любой непонятной ситуации, если не добавляем капусту к кимчи, то добавляем просто сырую капусту пекинскую и все нормально будет, это хорошо, добавлять в начинки капусту, я не знаю, вообще какие-то овощи к мясу добавлять внутрь, это всегда круто, всегда сочнее получается, короче, исходя из этого, я не буду делать выводы о корейской кухне, хотя все равно, давайте, вот я для себя хочу уже, наверное, признаться, что все-таки, ну, учитывая, что здесь есть же кимчи, а кимчи это символ корейской кухни, да, для меня, пожалуй, корейская кухня, она слегка неподходящая, вот так правильно будет сказать, ну, но не заходит она мне, если китайская кухня, вот эти кисло-сладкие соусы уксусные, там, с глутаматами и всякое такое мне заходят, то здесь, пожалуй, нет, опять-таки, наверное, из-за скучности, из-за скучности соусов, если говядина, вот, единственное, что выделилось по вкусу, из общей массы, как бы, да, это говядинка, у нее был какой-то необычный вкус, а, и бульон, очень необычный бульон по вкусу, вот, остальное везде, вот, где есть что-то острое, оно как-то одинаковое везде, не знаю, короче, наверное, наверное, рано делать выводы, надо еще посетить несколько, прямо, аутентичных мест, мы были в ресторане Корео, где, в принципе, я бы не сказал, что я впечатлился, скорее, как бы, ничего необычного я там не попробовал, вот, второе, мое заведение в моей жизни, корейское, это вот, пянсё, будем считать, такой проходной вариантик, и надо мне еще где-то попробовать, чтобы уже окончательно сложилось впечатление, здесь я не в восторге, но я и не разочарован, ставим оценки, итого, пянсё набирает 71 балл, и это, это нормально в целом, наверное, многие обратили внимание на последний сразу критерий, лайк, это критерий, который я либо ставлю, либо нет, у него нет промежуточных значений, либо 0, либо 5 условно, он означает, заказал бы я сам, зашел бы я сам в это заведение, хотел бы я еще раз что-то поесть, пожалуй, да, то есть в целом у меня есть ощущение, что я что-то из этого бы еще попробовал, прям такой тяги какой-то сильной у меня нет, но я бы, наверное, если бы вот была альтернатива, я бы, в принципе, рассматривал бы пенсек как альтернативу какому-нибудь другому заведению, вот, что касается других оценок, ну давайте, цена 4, объективно цена хорошая, поэтому и оценка хорошая, единственное, что, пожалуй, я считаю, немножко преувеличенные цены на сами пенсе, учитывая, что они, это как бы фастфуд и еще и заморозка по факту, то есть это то, что хранится долго, не требует каких-то там особых трудозатрат, то есть закинул замороженную штуку и она приготовилась, ну вот, сами блюда, они прикольные, то есть вот по соотношению там мясной начинки, например, они скорее впечатляют, и то есть в целом они объемные там с учетом закусок, риса и так далее, вот, то есть за пенсе я бы поставил трешнички, оценку, а за вот эти блюда я поставил бы, несомненно, 5, за 300 рублей такие порции, это вполне хорошо, вот, и в среднем я ставлю 4, вкус качества я поставил 3,5, я не хотел ставить 3, не хотел ставить 4, и 4 многовато, как по моим ощущениям, 3 маловато, то есть это чуть менее, чем прям хорошо, и побольше, чем удовлетворительно, то есть вот где-то средний, именно поэтому вот у меня есть такие ощущения в критерии лайк, что я в принципе рассматривал бы как альтернативу, не факт бы, что я принял решение идти в пенсе, но это довольно любопытно в целом, короче вкус, как я и сказал, для меня он не зашел в целом в этом заведении, как я и сказал, вкус, наверное, в целом не зашел просто, ну за исключением, наверное, классического пенсе, где круто, и пенсе с кимчи, где тоже мне очень понравился вкус, а остальное, ну такие проходные варианты, которые, которые не для меня, и все, я не знаю, как это объяснить, заколебался я, сервис ставлю 3, ребятам определенно надо поработать над тем, как они обрабатывают заказы, то есть доставку, может они только что открыли, я не в курсе, то есть я не хочу осуждать, вот, но тем не менее, как бы прям вот косяк, на косяке, на косяке, на косяке, вот эти вот перезвоны, хрен, где что найдешь, кому звонить, короче, надо поработать, скорость 2, как факт, просто, опять-таки, без обид, ну, везли долго, то есть, чтобы добиться доставки себе, этой еды, тебе придется подождать, ну, как и мне, около 2,5-3 часов, это долго, температура 4, в принципе, все было с той температурой, с которой комфортно есть, ну и лайк мы обсуждали, в общем, 71 балл, пенсия набирает, на мой взгляд, обзор любопытный, мне было интересно, попробовать какие-то вещи, которые я до этого не пробовал, это действительно интересно, я буду стараться для вас сделать обзоры, разнообразные, будем искать какие-то места, вот, наподобие таких, которые, в принципе, ну, как бы не такие попсовые, как пицца и роллы, при всей моей любви, конечно, к пицце и роллам, тем не менее, вот такие обзоры мне очень нравятся самому, если вам тоже нравятся, то выразите свое мнение лайком, подпиской на канал, ну и, конечно, вне всяких сомнений, я очень и очень жду от вас рекомендаций, что можно попробовать, вот такое вот, в доставках необычное, если у вас есть какие-то советы, с удовольствием в комментариях я все читаю, выписываю, и, в общем, короче говоря, когда-то обязательно, все ваши комментарии реализуются на канале, спасибо за просмотр, всего вам вкусного, до следующего воскресенья, ну, в смысле, еще-то будут целую неделю разные ролики выходить, вы их тоже смотрите, обязательно, там рецепт вкусный, другие обзоры, ну, а большой обзор на доставки, конечно, по воскресеньям, это классика, пока, фу, пиансе, пиансе, не, ну, вот это мяско еще хорошее, видео, ну, ,